ну привет друзья что ж я открываю свою серию летний осенних охот в данном случае сейчас как вы видите по водоплавающий и кто меня давно смотрит именно охотники ребята коллеги охотники друзья товарищи привет мужики да и барышни тоже те знают вот эти места это самые мои любимые ближние так скажем карьеры с большой водой с проходами с протоками и так далее как вы знаете я давно уже не езжу на открытие в силу ряда причин просто мне это уже давно не интересно а вот сейчас уже пошла то считайте 3 недели августа практически уже через неделю сентябрь у нас осень сейчас уже и на боровую у нас открыто и вот на водоплаву еще поэтому ну первым делом мы начинаем всегда суточки я уже успел здесь полетать на коптере сверху разветочку провести и вот пожалуйста вот вот там вот в том месте примерно пара плавает я метров на пять опустился вообще не бояться ни звука этих пропеллеров ничего все же шикарно ребят вот она плавает пожалуйста то есть всю эту природу успокоилась все городские тут уже посъезжали к себе скоро сентябрь там детей в школу и так далее у меня как обычно в это время отпуск это прям золотое время когда уже с чучелами я сажусь с маночком ну все как вы знаете погода погода друзья посмотрите какая просто замечательная шикарная погода в конце августа вот такие красивые облака небо солнышко туда идет туда на запад и красота и легкий такой ветерочек ну градусов наверно 20 на 18 ну прям жара красота я правда утеплился кто сейчас на воду туда пойдем вот сейчас я ее попробую с подходе к и наверно потом я не буду все-таки загнуть туда заходить на большую воду где-нибудь вот на косах день сейчас посмотрим встанем грень чучела выкину и уже сяду потому что я припозднился время уже к пяти нам пока доплыть пока тусину вы все знаете поэтому сейчас вот так вот сейчас такая вот туда вот про проплывем туда и дальше там вот посмотрим ну и пойдем по проходе ком где она обычно вообще любила здесь сидеть очень посмотрим по наличию но 2 уже видел уже хорошо не пуха ох ты вон она вот цапля полетела серые цапли она тут живет он она пошла туда подальше вот это я ее всегда здесь поднимал вот сколько я тут хожу на охоту всегда здесь это цапля именно в этом вот секторе а птица вот там вот они сидели вот две вот куда но они куда-то там сейчас по переходе com по этим пошли в общем наверно даже поднимать то смысла нету потому что так то я и вот здесь не наблюдаю в принципе не вижу сейчас бинокль еще посмотрел по бережкам ну вроде бы нету значит плывем дальше ребята и дальше будем смотреть что нам там другие проходы принесут и потихоньку намечать место куда чучело я буду выкидывать тут я слишком на открытым вот говорят воды нет а воды кстати тут нормально как обычно не сказал бы что так а вон там не у ребята вон живут когда плавать вон они две там и плавают ну конечно ну вот 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 они вот отсюда поднялись две часы туда и в ту сторону все туда все ушли туда нет это все таки утка пуган она немножко такая была спокойный успокоившийся но тем не менее близко она ксении подпустила этого мне ребята не открытие поэтому это не лето поэтому сейчас по стандартной схеме идем туда вот через вот тот проходик вдоль косы вдоль этих березок и там уже я буду смотреть куда чучело выкидывать здесь уже смысла их выкидывать нету тут во первых и железка рядом там дорога лэп сюда они боятся особо хотя вот сидели пойду здесь и там дальше посмотрим ну может там еще и где-то сейчас догоним так сейчас вот этот коряжник мы тут пройдем ну не коряжникова остываете нигде не зацепиться нет вроде там ничего не сидит но эти две вот туда в те березу ушли я примерно знаю где они гоняться за ними смысла нет а вот здесь прямо я прям на какую-то все сложнее и сложнее карта зарастает она с каждым годом вот так зарастает вот это всего вот этого не было ребят тут было все открыто до бах-бах и мимо вот вам дни ну это конечно куда там нет но это все это ребята то все ты посмотри а вот вот она вот так она всегда тут убывает вот она же здесь и сидел красота вот так вот лодки скинуться сразу ложится сразу стрельнуть это крайне крайне сложно сколько раз я так пробовал редко получалось чувство на удачу и вот она одна тут и сидела видимо и опять они туда вот все ну ладно поднял и поднял хорошо хоть хорошо хоть птица здесь есть видите как так вот гильзы плавает иначе хорошо наличие охотников есть это естественно там еще гильзы вот сейчас до вагонетки вот она здесь сейчас будет справа вот этот проходик и туда на большую воду ну вот опять же наличие гильзочки на хорошо тут поорудовали а вот вагонетка ребят кто знает тоже я с нее брал двух уток и вот смотрите что уже да она же была вся открыта смотрите куда тростник уже дошел он ее уже закрыл практически все он так и дальше будет взрослая все вот это вот сейчас как будто еще проход этот не зарос будем как-то продираться не знаю вот так вот прямо с усилием мы проходим бревна какие-то сюда уже это про мне бревна это аж камни не все таки вот здесь надо стать ну конечно совсем нет я говорю если тут ченьки сидела то с этого уже нету все дальше глубина там начинается поэтому вот так по тихому вот мой остров тут он мужики там рыбачит далеко на лодке да наверное рыбак а может и охотник с утра рыбак вечером охотник да наверно рыбаки ребят она недалеко там далеко но он они там стоят ладно рынок и сейчас я все-таки туда подплыву посмотрим что там у того берега а вдруг можно где-то зацепиться был бы вообще прекрасно и открыто и будет видно и буду стоять спиной к солнцу на контрасте банка какая-то пивная тут есть наличие то есть цивилизации да и вообще мусора здесь хватает как обычно так ну и что мы тут имеем зная банка интересно а как здесь с берегом вообще дела обстоят и с глубиной сейчас будем просчитывать для начала все это гуляет да все это гуляет сразу сразу же начинаешь подсасываться так а дальше кстати слушайте ребята кстати тут вообще-то твердо а тут по твердо если допустим вот так вот здесь это все продраться вот сюда такой себе сделать тут да теоретически ты лодку сюда можно затащить будет и в лодку сесть как я это уже делал конечно но подогнем этот тростник допустим вот так почему нет тут твердо и тут мужики твердое дно вот вот тут но в смысле берег вот твердь она конечно как-то гуляет но по крайней мере тут не засасывает и место такое закрытое вот этому тут все под загнем немножко так чтобы видно было обзор все вечером вообще вставать можно вот она будет налетать я надеюсь или из-за головы здесь что из-за головы не будет это прикрыт не раз слушать а вообще место хорошее я наверно здесь и встану чем чем не туда плавать я даже может быть сейчас посмотрим что у нас по времени поезд все красота так у нас сейчас ну уже кстати да уже половина шестого не уже надо высаживаться чучела и вперед что-то прямо у него чичалочки все сидят так красиво они силуэты такие на фоне уже такого практически скоро заходящего солнышка не знаю что мы сегодня с вами тут на охоте им потому что видели да как-то она вяло поднималась но он там рыбаки уже прошли через проход и видать они пошли возможно что не часто подымут нам ну в общем все чучела на месте я к берегу возвращаюсь и будем там сейчас располагаться все вот такие дела надеюсь что-нибудь да получится будем манить как обычно это и происходит но я думаю частично конечно еще птицы там сидит в том другом углу но это угол хороший ребят это очень хороший угол она его любит все я выбрался на берег как-то тут немножко себя прикрыл хотя конечно некоторые моменты меня очень смущает потому что ну получилось так что лодку по другому никак не затащить и получилась такая тут проплешина как бы вот что мне конечно не совсем нравится с другого варианта ты не было и да пошел накрапывать такой мелкий дождичек ну это нормально это грибной дождик это хорошо природа потихоньку начинает переходить уже в сторону осени уже готовится уже готовится меняться все потихоньку скорые дожди будут почаще и уже ночью у нас 57 градусов тепла все это будет и на рябчика мы обязательно пойдем вот там уже просвет вот солнышко уже все но вот так вот у меня получилось сижу и как всегда на своем этом рюкзаке стуле и вот такую тут просвет с выходом на чучела не знаю вообще не знаю что мы сегодня тут на охоте им потому что какая-то птица вся вялая но честно вот по ощущениям она сидит сейчас будем в монок работать хотя на монок я думаю сейчас они особо не будут реагировать но все равно для проформы я еще как-нибудь постараюсь угнездиться может немножко по-другому чем-то как-нибудь сесть бинокль все ну в общем сейчас все чай пью потом уже размещаясь время еще у нас так время да я думаю часов шеи до без 10 6 как раз нормально как раз нормально через час я думаю она полетит ну когда уже вырви глаз как обычно на темнозоре все ребята охотимся не пуха нам буду пить чай курица сейчас ребята примерно вот оттуда вот есть тут вода крестовой сектора утка ответила и это именно та группа которая там осела группу уток ответил прям явно вот вам и монок да не реагирует все она там слышит то есть мы друг друга обозначили все спокойно здесь все сидит может по вечерке и перелетит потому дальнем краю где в принципе я всегда любил сидеть где вот этот мой полуостров островки там вот оттуда сейчас долбанули и она одна одиночка большим кругом по большому радиусу в правую сторону то может сейчас сзади зайдет пусть сюда заходит у меня тут тихо спокойно чучело сидят все утка крикой значит вот на том краю вот там угол такой есть там пару уток сидит очень далеко ну туда пол километра если не больше вот они там так и будут сидеть и она пока не летает то есть самой самой по себе вечерки еще нет они там так и будут сидеть но хорошо что там есть я оттуда слышал пару выстрелов есть охотника значит какой-то значит можем может быть будем гонять туда-сюда и на меня сюда налетит наверху просто красота облака такие вот этим вот сидишь любуешься и даже уже охота вторичная вот затем мы ходим ребят да уже там запад у нас вот так вот солнце потихоньку начинает клониться к закату лодка все дела все уже все обгрязнилась к все как надо то есть сидят ставят там небольшая ну где-то уже подымают так и 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 Что-то ей не понравилось Субтитры сделал DimaTorzok Есть! Вот теперь лежит Что за патроны эти фетры Я все пытался их Ух ты Цапля Серые цапли прошло Это не очень стремительно Но это прям четко Сила в чучела Все Есть, ребят Первый трофей Прям очень стремительно Но этот и этот подсела Это прям подсела Посмотрел сейчас, ребят, в бинокль Голову опустил Все Опускает Доходит Дойдет Но это либо гоголь Я даже не знаю Слушайте, у нас вообще-то Редко такая утка Ну что, братцы Один есть Ну, а здесь всегда так Одного возьмешь Только я вот не понимаю По-моему По-моему, это Красноголовый нырок Либо Это чернеть Вот эта хохлата Или гоголь Самка, может быть Не знаю Отсюда плохо было видно Вроде бы Бурая такая Голова у него Ну, прям Он прям четко сел В чучела А эти две Прям низом проходили И почему-то Я почему и не вставал Я думаю Развернуться Зайдут Но он зашел Ждем Сейчас вот как раз Я думаю Сейчас Все пойдет Сейчас подуспокоится Мы еще покрякаем Но здесь всегда Так одного возьмешь И уже счастье Потому что Прессинг Довольно велик У нас Где-то летит А, ой Хребет Прошла Вон Высоко Пальцем в небо Вон Над березой Какой-то вообще В стратосфере Где-то прошла Прям темнеет Темнеет Ну, я вы знаете Я вообще уже По-темному Возвращаюсь Всегда Что у меня Кстати С баллонами Подздува Но не критично Как обычно Подвечер На разницу Температуры Я добью Насосом Все пока нормально Пока еще хожу Я с этой Уфимкой Как Олежка Сказал Здорово Олежка Привет, дорогой Как сказал Башкирка Да, ничего Башкирка Вот на этой Башкирке Пока еще Хожу Ребята Ё-моё Ничего себе Я не знаю В маленькую Камеру Наверное Не видно Ничего Там Такая Там Лунища Из берез Поднимается Здоровенная Сейчас попробую Заснять В большую Камеру Это вообще Да Красота Какая И вот Ее отражение В воде Через траву Через тростник Как будто Костер горит Ребят Прям такой Камин Ну просто Красота Вот Вот смотрите Да В принципе Вот охота Вот что это Это ж не только Добытый трофей А вот такие Вот вещи Ну Когда Такую Видишь Просто Красота Все Собираю Чучела И Высвоясь Сегодня Мы С одной Уткой А вот Какой Сейчас Мы еще Посмотрим Больше Ничего Не летало Я даже Крыльев Не слышал И никто Даже И не Стрелял Вот Так Вот Так Ну что Ребят Я Чучела Уже Собрал Все Сразу Заранее Потому Что Наш Трофей Лежит Чуточку Дальше Подплываем К нему И смотрим Что же Это За Зверь Такой У нас И Я Сейчас Фонарь Выключил Вообще Это Довольно Светло Вы Даже Не Представляете Потому Что В Сейчас Скрылась За Облаком Колоссально Огромная Луна Вот Прям Красотища Но Тем Не Менее Ребята Вот Смотрите Так Это Небольшая Уточка И Похоже Что Это У нас Все Таки Уже Подзадубела Слушайте Похоже Что Это Все Таки Гоголь Самка Хотя Похоже Может Быть И Свиязь Потому Что Ну В Принципе Такая Нет Ну У Свиязи У Свиязи У Самца У него Более Мне Кажется Рыжая Такая Голова А Этот Это Похоже Гоголь Самка Самка Литый Ну Сейчас Мы Не Поймем Самка Или Нет Но По Оперению Ребята По Оперению Похоже Что Это Все Таки Гоголь Гоголя Здесь Крайне Редко Это Просто Очень Большая Удача Я считаю То есть Это Редко Вот Добыть Гоголя Здесь Плыву Куда Прям В Туман Вот Прям Смотрите Если Видно Вот Этот Лунный Трак Ну То Луна Отражается Прям В В В В В Здоровая Такая У Нас Тоже Редкость Сегодня Вообще Вот Каждая Охота Уникальна И Прям Добыть Гоголя У Нас Здесь В Наших Краях Ну Это Ребята Я Вам Скажу Это Редкость Как Каждая В Где Где Каждая Каждая Эдмин Как Каждая И Добавляйся Каждая С С Б С прекрасная вечерка вот так вот ребят я и открылся это моя первая охота в этом сезоне и сегодня добыт все-таки это самка гоголя вот посмотрите повнимательнее здесь уже при свете фонаря более это видно по голове она такая вот у нее бурая и припорошена как бы снегом вот мне очень нравится у них окрас посмотрите на брюшки вот тоже видно ну при свете фонаря не знаю насколько но вот как будто припорошена снегом вообще для наших краев это крайне редкий трофей то есть гоголя у нас вообще редкость я раз бывало добывал именно на этом же месте но по моему самца в этот раз вот добыта самка все нормально классически она подлетела и подсела прямо в чучела причем я так понимаю она проносилась туда сюда несколько раз и крайне раз а я вот как раз повезло я стоял слева у меня плотная завеса была кустов вот этого тростника там еще какой-то ивник ракитник этот и вот она прям четко села в чучела ну метров пятьдесят и причем вот я уже еще раз скажу что ну не знаю не могу вам советовать патроны фетр не берите их ребят не знаю почему по крайней мере из моего ружья что на весне у меня какие-то непонятные бью прям четко по птице она подымается полетела куда-то потом шлепну столе не хватает мощности я наверно вот так думал пороха заряда поэтому я возьму заводские но все равно ребят с полем и и открылся всех кто только еще кому предстоит открыться севернее не пух вам не поет не пера как обычно не прощаюсь с вами потому что у нас все только у меня начинается если повезет с погодой то продолжу я разведку то есть ну как точнее разведку тех вот карьеров на локаторах которые я в прошлом году он показывал где там сложная карта охотничья опять же оставлю ссылочку в описании на этот фильм с прошлого года ну и есть задумки у меня как там еще встать тоже с чучелочками чтобы так все это было нормально где-то еще вот по этим именно по тем торфяникам именно по этим охотничьим картам которые в принципе я исследую второй год я знал о них я там бывал но ни разу там не охотился поэтому будем продолжать ну и у нас впереди рябчик ребят поэтому не прощаюсь спасибо что смотрели большущего вам удачи побольше вам вот всяких таких трофеев это очень достойная благородная утка я считаю очень вкусная в копчении опять же у нас здесь вот так вот у нас понимаете как не не такие вот условия чтобы там у тебя было по десятку налетов там и ты там из них 5 выбивал и просто красиво выезжал нет к сожалению это охота сложная из-за количества прессинга ну и я так понимаю пока еще она вообще не летала практически то есть тенденции к тому чтобы она реагировала на монок на чучела особо нет вот я стою на фоне вот той луны если там краешка и и видно сегодня просто потрясающе ребят мы просто хотя бы вот так посидеть эту красота и главное светло было и уже туманы сюда дошел до еще раз большущего вам удачи ребят ни пуха вам ни пера и пока увидимся